МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! Сегодня в эфире вышел в свет 33-й номер еженедельника в Вестерн Армения. Спутниковые снимки показывают рост масштабного разрушения культурного наследия Арцаха. Специальный представитель Госдепартамента США посетил Сюник и ознакомился с историко-культурными особенностями. Национальные блюда, песни и танцы. Первый фестиваль культуры Тады Шорва. Сборная Восточной Армении завоевала 8 медалей на Игра Крис-24, заняв 14-е место. Вышел в свет 33-й номер еженедельника в Вестерн Армения. На обложке нового номера фотография ковра Бишапакара 17-18 веков, принадлежащего Джераберту Арцаха. Арцахские ковры с оригинальными армянскими орнаментами враг представляет как историческую память Баку. В 33-м выпуске еженедельника в Вестерн Армении вашему вниманию представляем продолжающиеся фальсификации в Баку, уничтожение армянского наследия, речь при секретаре правительства Республики Западной Армении, факты, совершенного против арцахских армян геноцида, также культуру и множество различных интересных тем. Армянскую, английскую, французскую и турецкую версию еженедельника в формате PDF можно скачать по указанной ссылке. Недавний отчет об армянских культурных объектах, опубликованный организацией КАКАС Еретаж ВОЧ, показывает, что количество разрушений объектов культурного наследия Арцаха, ставших мишенью для Баку с осени 2023 года, увеличилось на 75%. В последнем отчете обращается внимание к разрушению школ, исторических кладбищ и святынь. В целом, в период мониторинга весной 2024 года было выявлено наибольшее количество пострадавших с весны 2021 года объектов, когда организация начала мониторинг культурного наследия после войны 2020 года в Арцахе. Следователи в своем резюме отметили, что особое внимание было уделено деятельности Баку в Карвачарском районе и расположен на вершине холма в городе Шуши, который режим захватил в ходе 44-годневной войны 2020 года. Специальный представитель Госдепартамента Соединенных Штатов Нина Хачакян посетила Сюнинскую область, чтобы ознакомиться с местными культурными историческими достопримечательностями. Об этом говорится в микроблоге ИКС. Армения действительно невероятное место, история, культура, замечательные люди и красота природы очаровали меня. Природная красота Сюника удивительна, а все вокруг древняя история. Армяне жили здесь тысячи, даже десятки тысяч лет. Некоторые строения, которые мы видели, датируются 400-ми годами нашей эры, отметила Хачакян. Община Арни Вайодзора представляет новый туристический продукт. 29 июня в местности Рин впервые пройдет фестиваль культуры «Тады Шорва». Раскрыты более трех десятков забытых национальных рецептов, национальных игр, песен, танцев, легенд, сказок. Населенные пункты представляют свои блюда. Будет задействовано более 50 павильонов. В ходе фестиваля будет организована демонстрация выпечки лаваша из «Женгя-Луф-Хац». У арцахцев, поселившихся в Варене, будет свой павильон, где они представят свою кухню. Запланировано также культурное мероприятие. Участники фестиваля представят образцы ковраделия, керамики, будут представлены армянские костюмы, в которых посетители смогут сфотографироваться. Посетители фестиваля сыграют в игры «Ахчик пахцуноци», «Каркатык», «Йоткар» и прочих национальных играх. В программу включен концерт национальной песни и танца. Главной церемонией фестиваля станет приготовление на месте шорвы и шиповника и крапивы. Посетители смогут принять участие в процессе приготовления блюда. В завершение фестиваля организаторы угосят посетителей супом. Сборная Восточной Армении завоевала 8 медалей на играх «Брикс-2024», заняв 14 место в списке из 91 страны. Последним из сборной выступил Нарека Копян, ставший бронзовым призером. Таким образом, у Армении одно золото и семь бронз. Ранее три армянских ушиста завоевали бронзовые медали на играх «Брикс-2024». Каратист Сурен Арутинян завоевал золотую медаль, Горнер Сисян занял третье место, завоевав бронзовую медаль. Наша страна завоевала еще две бронзовые медали по самбо. На третьей ступени пьедестала почета стояли Артур Манукян и Арсен Ханчян. В программу включено 27 видов спорта. Соревнования проходили в Казани и Москве. Такими были новости на сегодня. Мира вам и добра! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова